Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В городских квартирах состоялся отчетный концерт Школы актерского мастерства. Съемки длились до 4 утра и ребята очень устали. Как вы помните, на лобном Тата Абрамсон подняла тему маленького мужского достоинства Валера Блеменкранца. И чтобы доказать обратное, парень решил показать его Ольге Рапунцель. Саша Гозиас уехала в свой родной город, а вернется на проект она уже с мамой и с дочкой. Костя Иванов переживает, подружится ли он с дочкой Сашей или нет. Настя Волынец и Богдан Бобрик тоже уехали. Вернутся они обратно или нет, никто не знает. Ну а если вернутся, то тоже с ребенком, с дочкой Настей. На поляну прилетела Катя Кауфман, девушка очень понравилась Диме Дмитренко. Он пишет, такая классная девочка, позитивная, интересная, красивая. Несмотря на свой юный возраст, ты поразительно умна и рассудительна. Я вижу тебя впервые, но кажется, что я знал тебя вечность. Ты прекрасна. Саша Задойнов успокоил своих подписчиков. Они беспокоятся о его самочувствии после драки с Ваней Барзиковым. Мое самочувствие в норме, пишет Задойнов, после столкновения без последствий. Было все неожиданно и непредсказуемо. Слава Богу, все обошлось. Поклонников Ольги Бузовой сразили на повал ее новые губы. Оля разместила ролик, в котором она предстала перед поклонниками с большими накрашенными яркой помадой губами. Поклонники Оли были в шоке. Как оказалось, такой яркий макияж она сделала для арт-съемки. Да, у меня большие красные губы в стразах, блестках и лаке. Красота в глазах смотрящего, написала Бузова. Марина Африкантова в очередной раз стала брошенной невестой. Как вы помните, почти год назад Андрей Чуев уже опозорил Марину. Он отказался сказать «да» во время свадебной церемонии на Сейшелах. Вот и теперь, меньше чем за месяц до намеченной даты регистрации, Андрей все отменил. Чуев объяснил причину этого. Близится конкурс на свадебный миллион, и они с Мариной будут за него бороться. Недавно Егор Халявин сделал пластическую операцию. Он пишет «Очень много споров вызвала моя операция по удалению из щек комочков Биша. Это жировые комки, удаление которых делает лицо более утонченным. Я смело заявляю, без них мне живется лучше». Алена Водонаева ответила на вопрос, который давно мучает ее фанатов. Она раскрыла свои доходы. Алена – высокооплачиваемая модель. Кроме этого, большой доход ей приносит реклама в соцсетях. Несколько лет назад за работу над проектом «Каникулы в Мексике» она получила 7 миллионов рублей. Но эти деньги Водонаева отдала родителям. Они в тот момент строили загородный дом. Сейчас Водонаева неплохо зарабатывает на съемках в рекламе. За один день она может заработать 800 тысяч рублей. Также у Алены есть и доля в реальном бизнесе. Вместе с женой брата она владеет магазином спортивных костюмов и украшений. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.